Золотому правилу Там оно выражено немного в другом формате, но суть та же. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Помните, что мы пытаемся изучить эти вещи в свете исторической связи с тем периодом. И вот период, эти вещи, особенно Золотой Закон, уже не были чем-то новым, потому что старейшина Хилель уже говорил про эти вещи, и скоро я процитирую вам некоторые из его высказываний, по крайней мере, своими словами. Я пытаюсь вам передать то, что он говорит. Хорошо. 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом Закон и Пророки. Это очень важное заявление. Но он возвращается к 1 стихам 7 главы, где сказано, «Какой мерою хотите, чтобы вам мерили, такую отмерите и вы». Как вы будете мерить друг другу, так же и Бог отмерит и вам. Не только люди, но и Сам Бог отмерит вам той же мирой, которой вы будете мерить друг другу. Но давайте вернемся к словам Ишуа. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом Закон и Пророки. Главная мысль этого высказывания находится в конце. В этом Закон и Пророки. Здесь есть у нас важное высказывание, которое делает веру в Ишуа, мессианскую веру, антропоцентричной. Антропоцентричность означает то, что центром, нашим фокусом, которым является Бог, теперь этот фокус проходит через человека. Мы приходим к Богу через наши неэгоистичные отношения с другими людьми. То, как мы относимся к людям, определяет то, как Бог будет относиться к нам. Если мы будем прощать других, проститься и нам. Если мы будем делать добро другим людям, к нам будет возвращаться добро. Но здесь Он говорит и предупреждая о предупреждающем положении, что означает, что если мы хотим, чтобы другие поступали с нами хорошо, то прежде мы должны поступать с другими хорошо. До того, как мы хотим, чтобы другие вели себя с нами красиво, прежде мы должны вести себя красиво с другими. Это величайшее правило. В Нишне, затем в Талмуде, у нас есть рассказ про одного Гоя, который хотел принять иудаизм, чтобы впоследствии стать великим первосвященником. Он пошел к Шамаю. Шамай взял свою палку, побил его и выгнал. Сказал, чтобы он уходил. Потом он пошел к Хилелю и сказал Хилелю, «Расскажи мне всю Тору, стоя на одной ноге». Он хотел дать понять, что у него нет ни времени, ни терпения, поэтому тот должен в двух словах сказать быстро, что является смыслом, центром Торы. Тогда Хилель сказал ему две вещи. «Возлюби ближнего, как самого себя, и возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением». Он процитировал ему два стиха. Один из молитвы «Слушай, Израиль», которая находится в авторозаконе 6,4,9, и второй из недельной главы «К душим». В книге Левит, 19 главе, 18 стих, где сказано «Возлюби ближнего, как самого себя». Вся эта связь очень интересная. Там говорится «не злословить глухого и не класть ничего перед слепым». Все вещи, которые приводят нас к тому, чтобы быть святыми в глазах Бога, это то, что нам нужно учиться быть честными, доброжелательными, любящими друг к другу. И также здесь, в этом стихе, в «Золотом правиле» он говорит «Итак, как хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете то, что хотите, чтобы люди делали вам, и вы делаете им, потому что в этом закон и пророки». это значит, что если я беру один конец этого отрывка и ставлю на него акцент и говорю, «Тот, кто хочет соблюсти закон и пророков, должен вести себя так, должен делать другим то, что он хочет, чтобы делали другие ему». потому что цель закона и пророков всего Слова Божия сделать нас более хорошими людьми, не только по отношению к Богу, но также, чтобы мы лучше относились друг к другу. И в этом мы терпим поражение. Христианство потерпело поражение. История христианства наполнена кровопролитием, погромами, не только по отношению к евреям, но также и по отношению друг к другу. Не только по отношению к людям неверующим в Ишуа, но также и в мире веры. Римская церковь против протестантов, православные русские, против протестантов, а протестанты против православных, греки против староверцев. Все против всех. Происходили непрекращающиеся войны, пролитие крови, разрушение, ненависть. И все это во имя Бога. Но этот текст говорит, что вся Тора и пророки, все Божье Слово заключается в том, чтобы мы поступали с другими так, как хотим, чтобы люди поступали с нами. Разве мы хотим, чтобы люди были злы с нами? Разве мы хотим, чтобы люди проклинали нас? Разве мы хотим, чтобы люди причиняли нам зло? Нет. Мы хотим, чтобы люди поступали с нами хорошо. Мы хотим, чтобы окружающий нас мир люди, живущие в нем, были лучше. У нас это не получается, если мы не будем сами поступать с другими так, как хотим, хотим, чтобы поступали с нами. Не факт, что если мы будем поступать с другими хорошо, то в ответ моментально будет происходить добро. Иногда мы будем делать добро людям, а в ответ получать зло. И такое происходит. Это не Лас-Вегас, когда ты бросаешь монетку в аппарат, дергаешь за рычаг и можешь получить взамен сотню монет. Так это не работает. Бог — это не игровой аппарат. Но если на протяжении нескольких дней некоторого времени мы не будем отступать, мы поймем, что оно того стоит. Если мы будем оказывать милость, мы получим милость. Если будем хорошо вести себя с другими так же, и другие будут хорошо вести себя с нами. А если мы будем плохо поступать с людьми, то и люди будут плохо поступать с нами. Это идея о ближнем. Кто является моим ближним? Кто мой ближний? Мой ближний — это любой другой человек с руками, ногами, глазами, ушами, носом и ртом, созданный по образу и подобию Божию, который сотворил всех нас. Вот кто мой ближний. Это отличается от того, во что сегодня верит большая часть религиозного мира. И даже в иудаизме, к глубокому моему огорчению, верующие наполнены ненавистью друг к другу, к чужестранцам, наполнены ненавистью к темнокожим, сефардам, ненавидят ашкеназов, ашкеназы ненавидят сефардов. Все ненавидят друг друга. И это полностью противоречит Божьей воле. Это полностью противоречит учению Ешоа. И это золотое правило вполне действенно. Тот, кто не верит, пусть попробует. Пусть попробует ответить добром на зло. Пусть попробует благословить проклинающих его. Вы увидите, что в конце концов это лучший способ обессилить ненависть врага по отношению к вам. Ответить добром на зло — это звучит нелогично. Это звучит нелогично, но логика Бога намного сильнее, намного правдивее, намного реальнее, чем потерпевшее поражение логика человека. Опять мы возвращаемся к правилу из 12 стиха. «По всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки». Это самое главное правило Торы. Также и Хилель сказал то же самое тому язычнику, который хотел пройти Ги-Юр. Он сказал «не делать другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе». Это противоположное высказывание, но это та же истина. А все остальное в законе и пророках — это комментарий и толкование. Это все. Иди и учись. Это то, что он сказал тому язычнику. Иди и учись. И это правило является ключом для благословенной жизни и в глазах общества, и в глазах Бога. Нам действительно стоит с максимальной серьезностью отнестись к этому золотому правилу. А теперь Ешуа здесь в 13 стихе 7 главы от Матфея поднимает идею о двух путях и двух вратах. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Два пути. Идея двух дорог появляется в иудаизме и в Кумране очень ясным образом. Ешуа говорит о двух дорогах. Он говорит о том, что существуют два пути. Означает ли это, что у человека есть свобода выбора? Человеческая жизнь не предопределена. Никто не отбирает у него опцию и возможность выбирать. Конечно, никто из нас не выбирал себе отца и мать, ни то, в какой стране он родился, ни то, какого цвета будут его волосы. Черные, светлые. Никто не выбирает себе рост, будет ли он высоким или низким человеком. Я еврей, я человек низкого роста. Когда-то у меня были черные волосы, сейчас уже нет. Я хотел бы быть высоким, стройным блондином, с голубыми глазами. Но Бог не сделал меня шведом. Он сделал меня евреем. Я не выбирал родиться евреем. Если бы меня спросили, хочу ли я родиться евреем, я бы сказал, нет. Я предпочитаю быть гражданином Швейцарии. Тот регион, в котором находится Швейцария, намного лучше, чем тот, где находимся мы. Мы живем в очень тяжелом регионе. Наши соседи не очень хорошо относятся к нам, впрочем, как и друг к другу. Поэтому я бы выбрал бы родиться швейцарцем, а не евреем. Но Бог сделал меня евреем. Вот так. Я не выбирал родиться евреем. Но когда Бог дает мне возможность выбрать одну из двух дорог, то есть, несмотря на то, что мне дали карты в руки, которые я не выбирал в любом случае, я получил их от Бога, так же, как отца с матерью, которых я тоже не выбирал. Но у меня есть право выбора, какую дорогу я выберу и как проживу свою жизнь. Это на самом деле единственная свобода, которая есть у меня. Единственная свобода, которая есть и у меня, и у вас. И единственный выбор, который вы можете сделать и который сделал я, это пойти по Божьему пути или пойти по пути, который ведет в Аводон, в погибель. Понятно, что та дорога, та спуск, она широкая и просторная. Та, что ведет в погибель, она более легкая. По ней легко идти, пока вы туда идете. Когда вы туда придете, конечно, поймете, что сделали ошибку, что не стоило идти в Аводон. И он говорит, что путь к жизни, в Царство Небесное, путь к вечной жизни, где нет гибели и болезни, нет лжи, нет зла, и такой жизни, которую мы должны выбрать, этот путь, он узок. Вход очень маленький, и сам путь тяжелый. Это путь наверх, а не вниз, и нужно каждый день прилагать усилия, чтобы подниматься и выбирать этот сложный путь, этот узкий путь, этот маленький вход. Но в конце концов он ведет к жизни. И на самом деле это единственная свобода выбора, которая у нас есть. В Мишне, в Пиркея Вод, ясно написано, что все с неба, кроме страха неба. Все мы получили от Бога, кем будут наши мама и папа, в какой стране мы родимся, на каком языке будем говорить, какого цвета будут у нас глаза, какого цвета будут наши волосы, будут ли у нас они вообще. Все эти вещи дал нам Бог. Мы их не выбирали. Но то, по какому пути мы пойдем, это выбираем мы. И мы обязаны выбрать. У нас есть и право, и обязанность совершить это решение. И тот, кто умен, не будет искать легкий путь. Тот, кто умен, будет искать тесные врата и сложный путь. Он приложит усилия для того, чтобы пойти путем, ведущим к жизни. Это единственный путь, по которому стоит идти. Эта идея настолько центральная, потому что она, в конце концов, возвращается к Торе, возвращает нас к истокам. Это тот путь, который человек должен был выбрать в самом начале. Бог уже сказал это Каину до того, как Каин убил своего брата Авеля. В 4 главе книги «Бытия» в 7 стихе Бог сказал, что у двери лежит грех, и он влечет тебя, «Бытия, но ты господствуй над ним». То есть ты можешь превозмочь и одержать победу, в конце концов, но тебе нужно выбрать, нужно проявить инициативу и принять решение. В 30 и 31 главах второзакония Моисей говорит к народу Израиля, «Вот, я предлагаю тебе жизнь и смерть, выбери жизнь». Выбрать жизнь в этом мире. Хотя, возможно, в этом мире греховная жизнь более яркая. Может быть, люди думают, что они будут довольны этой жизнью, живя во грехе. Но это все на очень короткий период времени. Жизнь, которая ведет нас к вечной жизни, жизнь чистоты и святости, любви к Богу и жизнь с Ним и со всеми святыми, которые совершали великие дела на протяжении всей истории, не те, которые прославились плохими подвигами, но хорошими. с этими людьми стоит жить в вечной жизни. Не стоит быть в одном месте с нечестивыми, грешниками, преступниками, потому что их ожидает боль, страдания и мучения дни и ночи без конца. В этой жизни мы можем выбрать жизнь, которая может нам принести славу, нам, нашей фамилии, нашей семье, и может принести не только славу, но и пользу, и добро тем, с которыми мы живем. У нас будет и хорошее имя, и хорошее масло, потому что в Мишне написано, что хорошее имя и хорошее масло идут вместе. Нам нужно и то, и другое. Но для того, чтобы получить это, нам нужно выбрать путь более трудный, по которому трудно идти. Но этот путь ведет к жизни. Легкий и широкий путь, спуск, вместо поднятия в гору, в конце концов, приводит к хавадону по гибели, так сказал Ишуо. И поэтому выбор за нами. Всего хорошего и благословений до следующего урока. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv «Возвращенные на Сиона» «Возвращенные на Сиона» «Возвращенные на Сиона»